РАДИ ЛЮБВИ ГЛОРИИ Я ему не звонила, потому что он был влюблён в меня. Мне было неудобно. Влюблён? Гринго влюблён в тебя? Что, ты мне не веришь? Дурочка, у Гринго полно монет. Убей этого придурка. То есть зачем тебе этот придурок, Борис? Когда ты можешь быть с Гринго? Ты что, с ума сошла? Винстон, это просто неприлично. Ты зациклен на деньгах. Потише, потише. Я один. Все заинтересованы. Только ты не от мира сего. Так, держи. Говори, говори, говори. Заходите. Синьор Мелендес, какое чудо привело бухгалтера Солукома ко мне. Садитесь. Спасибо, доктор Марин. Добрый день. Добрый день. У нас собрание? Нет, синьор, но я обязан проинформировать вас насчёт дел предприятий. И ваш брат тоже должен знать. О чём же речь? У нас финансовые проблемы. Но это не новость. То серьёзнее, чем вы думаете. Нам надо встретиться с адвокатом и синьором Сильвио. Это необходимо. Говорят, беда не приходит одна. Я был раздавлен скорой свадьбой, Глорией. А тут ещё является бухгалтер и сообщает, что дела хуже, чем я думал. И мы ничего не могли поделать с этой ситуацией. Мне было плохо. А моему брату Сильвио ещё хуже. Алло. Это Стебен. Я надеялся, что день начнётся лучше. Совпадение я тоже. Но ко мне пришёл синьор Мелендес и принёс плохие новости. В чём дело? Ты должен приехать и послушать. Сейчас. В чём тут дело? Приеду, хорошо. Не забудь сказать Гринго про своего любимого брата. Ладно. Не найдётся ли там работы? Да. Буду получать зелёные. Так же, как и ты, представляешь, мы получаем зелёные. Какой-нибудь дипломатический пост. Ну всё, хватит. Мобил Тич, здравствуйте. Чем могу помочь? Винстон. Я забыла. Я не понимаю по-английски. Да неважно. Говори, говори. Хеллоу. Мистер Булл, please. Извините, плохо слышно. Повторите ещё раз. Глория, ты там скажи. Я из Колумбии. Хеллоу. Тихо, иначе вообще ничего не пойму. Говори, говори. Мистер Булл, please, from Колумбия. Кто его спрашивает? Минутку. Speak. Что такое speak? Не спрашивай меня. Мне даже испанский давался с трудом. Давай, давай, говори. Замолчи. Speak, speak. Speak. Говорить, говорить. Давай, говори. Yes. Глория Вальбуэна из Колумбии. From... Мистер Булл, please. Вы можете заранее сообщить мне, о чём пойдёт речь? Мне не нравится сидеть в неведении. Дождёмся приезда Сильвия, и всё узнаете. Вы верите, что Дон Сильвия приедет, Дон Марин? С похмельем не шутит? Дон Сильвия, добро пожаловать. Какая пунктуальность. Мы можем начать собрание. Или подождём, пока тебе станет лучше? Собрание обо мне или о финансах? Что такого важного вы должны сообщить нам, сеньор Милендес? Во-первых, как следствие неприятного скандала, акции компании с Силуком значительно упали на биржи. Сообщите моему брату, во что нам обошлось его шоу. Поговорим при подведении итогов. Я уверен, что акции упали не из-за скандала, а из-за небрежного управления. Дело в том, что Силуком не просто тяжело болен. Это конец. Мне грустно сообщать вам, что пора объявлять о банкротстве. 15 лет беспрерывной работы. Чтобы довести предприятие до предела, чтобы однажды явился некий тип и заявил, что пора говорить о банкротстве. С этим трудно согласиться. Нет, мой отец, создатель предприятия, не признавал этого слова. Я не собираюсь знакомиться с этим словом. Дон Сильва. Нет, сеньор Милендес. Я не позволю так говорить о предприятии. Силуком не сломлен. Это неправда. Криком ничего не исправить. И что? Согласиться со словами этого сеньора? Пусть он объяснит нам. Уже год предприятие не очень устойчиво. Причина в некомпетентности руководства. Минутку, сеньор Милендес. Что это? Непредвиденные расходы руководства на 410 тысяч долларов? Что? Эти траты разрешило руководство. Я никогда бы не подписал такую сумму, объясняя с тобой. Может, лучше сам объяснишь, Сильве? Господи, этот звонок дорого обойдется мне. Так дорого. Да. Алло? Мистер Бул? Эстер? Да, мистер Бул. Я рада вас слышать. Это Эстер. То есть Глория. Боже, Глория. Не могу поверить. Как поживаешь? Мистер Бул, не могу говорить долго. Международные соединения очень дороги, так что я коротко. Ладно? Да. Почему? Этот год был очень тяжелым для меня. Я без работы, нет ничего стабильного, но я не хочу утомлять вас. Ты не утомляешься, Эстер, честно говоря. Скажи, чего ты хочешь. Я сделаю все. Ну, знаете, у вас нет никого в Колумбии, кто бы мог дать мне какую-нибудь работу. Я не понимаю, что я не понимаю. А что произошло с Алукомом? Ты не работаешь там? Я давно не работаю там, мистер Бул. Мистер Бул, звонок очень дорогой. Обойдется мне недешево. У меня просто нет денег. Эстер, не беспокойся. Я перезвоню, я перезвоню, и ты все расскажешь подробно. Неподробно. Ес, ес. Что? Что? Что такое? Что, Глория? Он перезвонит. Класс, класс. Класс. Объясни, куда ты делал деньги, которые взял без моего разрешения. Что? Ты утверждаешь, что я вор? Ты сам сказал. Нет. Господа, господа. Если никто не давал разрешения, значит, это увод. Черт. У нас крадут деньги? Не могу поверить, только этого нам не хватало. Мерендес, вы должны отследить эти деньги. А то будет непросто, но я немедленно возьмусь за это. Надо начать следствие, подать заявление в прокуратуру. И чего мы ждем, Лоренцию Осман? Немедленно начинайте искать вору. Найдите его. Но самое главное, найти деньги. Это самое главное. Задержись. С этим разобрались, но нам нужно решать финансовую проблему предприятия. Это моя забота. Думаешь, просто избежать катастрофу, которую ты устроил? Мы на краю, ты не понимаешь? Говори за себя. Но я и с Солуком не потонем, ясно? Поэтому, мистер Булл, я не могла продолжать работу в Солукоме. Я больше не хочу иметь дело с братьями Марин. Эстер, ты прекрасный работник. Ты должна снова обратиться к ним. Солуком – крупнейшее предприятие в твоей стране. Я не могу ничего иного порекомендовать. Они лучшие в вашей стране. Были, мистер Булл. Но у них сейчас кризис. Да? Почему? Вы ничего не знаете? В прессе пишут, что они в тяжелом положении. Улучшение под большим сомнением. Так что у меня просто нет шансов. Хорошо, Эстер, хорошо. Завтра я закажу тебе билет на самолет. Я знаю твои способности. У меня найдется для тебя место. Обязательно. Удивленное выражение не сходило с лица целый день. Никогда не думала, что мистер Булл закажет мне билет, что жизнь уладится, как по мановению волшебной палочки, одним движением. Но в этом предложении было одно «но». Если бы я приняла его, мне бы пришлось уехать от того, кого я любила больше всего. От семьи, от друзей, из страны. И начинать сначала в совершенно незнакомой стране. Я подумала, что звонок Джону не был правильным решением. Это превратилось в головную боль. Мистер Булл, мне бы хотелось работать с вами, но я... Я не могу. Думаю, ты меня не поняла. Я дам тебе хорошую зарплату. В долларах. Глория. Столько людей мечтают об этом. Я понимаю, но здесь у меня все. Мой дом, семья, мои корни. А там я ничего не знаю. Здесь я у себя дома. Ты очень способная, сильная. Моя страна станет твоей. Так что через два дня я тебя жду. Жду здесь. Я закажу билеты. Мистер Булл, я не могу. Я собираюсь замуж. Это важнее твоей карьеры? Да. Это так. Жаль, не хочу принуждать тебя, но если передумаешь, то... Звони, звони. Я сделаю все. Большое спасибо. Обещаю серьезно подумать. Спасибо. Спасибо вам большое. Роза, мне нужны новости о Силукоме. Да, сеньор. Хочу понять, что с ними. Хорошо. Знаешь что-нибудь о Глории Вальбуэн? Вчера Эстебен спрашивал меня про нее. Но я с ней дело иметь не буду. И что он спрашивал? Спрашивал о деньгах, которые предложены Каролине. Это меня удивило. Неужели она снова появилась на горизонте? Неужели? Нет ничего подобного. Вчера отметили помолвку Глории Вальбуэн и Бориса Горидо. Они женятся. Бедный Борис. Она приносит несчастье. Как только появляются, начинаются неприятности. Какие неприятности? Похоже, у нас уводят деньги. Сумма такая большая, что я не знаю, что будет, если их не вернем. Но хуже всего, что у нас нет ни одного подозреваемого. Непонятно, что делать. Я так счастлив. Счастлив, что скоро мы станем одной семьей. Как можно? Вы давно член нашей семьи. После того, как вы одолжили нам столько денег... Пожалуйста, говорите об этом потише. Здесь есть такие завистливые люди, что будет неудобно. Да, на такие темы здесь лучше не говорить. Поговорим о другом. Рад сообщить вам, что очень скоро я куплю квартиру, в которой мы будем жить с Глорией. Боже. Правда, да? Вы собираетесь купить квартиру, да? Прошу вас, пожалуйста, ничего ей не говорите. Это секрет. Секрет. Не беспокойтесь. Вот здорово. Не беспокойтесь, мы с Кристостом и ничего не расскажем. Пусть будет сюрпризом. Да, я вообще-то не болтлив, Дон Борис. Я хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете для нашей дочери, что любите ее. Раз вы собираетесь покупать квартиру, я постараюсь выплатить вам деньги. Дон Кристостом, я говорил, заплатите, когда сможете. Я не смогу помочь вам, потому что покупаю квартиру. Не беспокойтесь, не надо, нам больше не нужны деньги, достаточно. Но я хочу поблагодарить жизнь за то, что вы встретились на нашем пути. Да. Поймите, я делаю это с большим удовольствием. Когда вы возвращаетесь, скажите мне. Завтра рано утром. Надо приниматься за работу, чтобы побыстрее отдать вам долг. Да не Милагрос, я повторю. Вы заплатите, когда сможете. Все. Вечером я зайду к Глории попрощаться с вами. Хорошо. Не против, буду рад. Дон Кристостом, и до встречи. Спасибо. Доня Милагрос, загляну с вашего позволения. До встречи. Увидимся. Да, до встречи. Не туда пошла. В другую сторону, Доня Милагрос, всего доброго. Так, приступим к любимому делу. Операция с Элуком. Я собирался жениться. Для этого нужны деньги. Деньги на свадьбу, на ужин, на банкет, на музыкантов, на медовый месяц, конечно, на новую квартиру, на вторую машину. Ну, и кто мне все это оплатит? Братья Марин? Их предприятие с Элуком? А почему? Нет, правда, почему? В конце концов, я уже больше года занимаюсь этим. И никто не замечает. Именно так. Именно так я думал в тот момент. Отлично, отлично. Заходим. Я должен дать им хорошие деньги. Они тепло относятся ко мне. Помогут мне с Глорией. Что ты делаешь? Что, что? Ты переводишь деньги со счетов предприятия? Ну что? Что сказал этот Буль? Пригласил меня в Соединенные Штаты. Что? Слава Богу. Если он зовет нас на работу, мы не разочаруем его, когда мы едем. Винстон, если я поеду, то поеду одна. Потому что именно такими, как ты, американцы видят всех колумбийцев. Глория, ты что? Ты меня оскорбляешь, имея это в виду. Я отказалась. Что? Знаешь что? Так и хочется отходить тебя вот этим. Потому что голова дана для того, чтобы думать на самом-то деле. Ну, все, все. Положи на место. Что с тобой происходит? Ты спец по упущенным возможностям, которые дает тебе жизнь. А кто поймет тебя? Вчера ты сказал, что я приняла самое верное решение в жизни, приняв предложение Бориса. Сегодня утверждаешь, что я дура, потому что не воспользовалась предложением мистера Була. Где здравый смысл? Сравнила богатого гринго и компьютерщика? Ты сама говорила, что не уверена в решении. Воспользуйся и расторгни помолтку. Моему брату свойственно болтать чепухой. Но между одной чепухой и другой есть большая разница. В тот момент я убеждала себя, что буду счастлива с Борисом. На самом деле, я не хотела выходить за него. Но никому не показывала это. Тем более, Винстону. Я не могу поступить так с Борисом. Он многое сделал для меня, для нашей семьи. Если бы не он, мы бы потеряли дом, где родились и выросли. Я благодарен ему за дом, за все, но ты должна подумать и обо мне. То есть, о себе, о своем будущем. Я не могу так поступить с Борисом. Он доверяет мне. Он доказал, что любит меня. Тогда я еще раз повторю вопрос. Ты его любишь? По-настоящему? Да. Любовь не то, что ты думаешь. Не рассказывай сказки. Ты любишь? Винстон, хватит. Не приставай, а то получишь. Я сказала, что остаюсь здесь и выхожу замуж за Бориса. Он прекрасный человек. Он достойный человек. Любезный, любит меня. Я не хочу его терять. Перестаньте, это не увод денег, это симуляция увода. Я разрабатываю программу, чтобы никто не мог проникнуть в нашу сеть и увезти деньги. Ясно? Вот и все. И все больше ничего. Прекрасное объяснение, Борис. Конечно. Система мой конек. А я адвокат и хорошо знаком с преступниками. Я узнаю их, поверьте мне. Я отлично учился на факультете права и могу заверить, что передо мной один из них. Вы ошибаетесь. Сильно ошибаетесь. Если бы вы так не нервничали, я бы не заподозрил. Но у меня впечатление, что эта ваша схема работает по-настоящему. Чудно. Так это вы уводите деньги со счетов Солукома, Борис? Лоренцо Пава. Или Деля Пава. Или еще как звался тот придурок для меня. Он был существом низшим, всего боящимся. И то, что тогда случилось, подтвердило это. И хотя это могло кончиться плохо, я сдержался. И встретил ситуацию достойно. Мне надо было отвязаться от него. Это беспочвенное обвинение. На кону моя репутация и достоинство. И я никому не позволю. Ваши репутации и достоинства будут запачканы, когда все узнают правду. Хозяева предприятия уже в курсе ввода денег. Когда вас разоблачат, станете героем. Войдите. Пришла сказать, что ты можешь на меня рассчитывать. Дорогая, мне не нужна твоя помощь. Сильвио рассказал мне об уводе денег. Я думал, это государственный секрет. Я никому не скажу, буду нема, как рыба. Сильвио мне рассказал, потому что верит мне. А ты? Не знаю. Несмотря на это, я все равно хочу помочь. Надо действовать быстро, вычислить вора. Я набралась смелости и принесла тебе все сведения о жизни сотрудников предприятия. Начиная от президентов, которых ты знаешь, до человека, занимающегося доставкой. И, конечно же, мое тоже. Мы все должны подвергнуться тщательному обследованию, потому что каждого из нас можно заподозрить в подобном преступлении. Я сама вычислила его раньше из Тебана, следователя, частного детектива. Украл он. Больше некому. Энрика Мулана. Марипас Кансино. Борис Горидо. Почему ты остановился на нем? Мы все подозреваемые. Да, конечно. Но я спросила, почему ты подозреваешь его в чем-то? Почему? Я знаю, что у него безупречная репутация, но что-то не так. Уверен, что Борис Горидо лицемер, он что-то скрывает. Я сказал, мне не в чем признаваться. Тем хуже для вас. Я обязан донести в полицию о том, что здесь происходит. Обязан, поймите меня. Полицию? Полицию. Прокуратуру. Не знаю. Курсили вы, что это подсудное дело. А вы думали, что? Что это игрушки? Нет. Нет, дон Сильвио уже начал расследование. Я занимаюсь этим. Нет, 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 Лоренцо, подождите. Я брал всего ничего, чтобы вернуть, когда у меня появятся деньги. Жизнь прекрасна. Может, у вас завалялись 400 тысяч долларов? Именно из-за этой суммы дон Сильвио собирается обращаться в полицию. Нет. И как вы думаете возвращать эти деньги? Я прятал уведенные деньги все вместе в моем компьютере. С этим проблем не будет. Мне нужно ваше молчание, Лоренцо, и все. Пожалуйста. Синьор Деля Пава, если вы думаете купить меня, то предупреждаю. У меня этика и мораль настоящего профессионала. Они не позволяют мне выслушивать подобные предложения. Я дам вам совет. Ищите себе хорошего адвоката для защиты. У вас земля горит под ногами. Нет, нет. Лоренцо, подождите. 20 тысяч долларов. 20 тысяч за ваше молчание. 20 тысяч. Остановимся на 40, и все останется между нами. 40? Это слишком много. Много? Что ж, как хотите, вам видней. Подождите. Подождите. Должен признать, что этот проклятый Лоренцо Деля Пава не оставил мне выбора. Эти адвокаты продажные люди. И мне пришлось согласиться с его требованием. Да, 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 согласиться. Да. Я не мог отказать ему. Не мог. Вы получите 40. Ладно. Тогда Мне нужна эта сумма завтра утром Наличными, мелкими купюрами И без всяких специальных отметок. Хорошо. Всего доброго. Может, у тебя создалось о нем плохое впечатление из-за одного человека? Может, так? Эстебан, ты всегда ревновал Бориса к Глории Вальбуэна. Мужчины такие собственники, такие захватчики. Я не хочу обидеть тебя. Но это наследство пещерного человека. Ничего не поделаешь с этим. Может, поэтому он так раздражает тебя, потому что ему досталась Глория Вальбуэна? Они скоро поженятся. Отлично. Спасибо за бесплатный психоанализ. Но дело не в этом. Глория – часть моего прошлого. Я уже давно не думаю о ней. Просто я совершенно не доверяю Гориду. На нем всегда маска порядочного человека. Так не бывает. Люди, которые скрывают под маской собственное лицо, не вызывают доверия. Когда Глория голодает, предложат мне искать работу. А могла спокойно жить в Штатах. А я бы остался при своем. Что это? Улица. То самое место. Кто знает. Может, судьба привела тебя сюда, Винстон Альфонсо? Так, вы пришли наниматься на работу? Управляющим, вице-президентом. Кем предложат? Я сейчас в такой ситуации, что мне все подойдет. Судя по всему. Да, судя по всему, вы закончили военную службу. Да, конечно, провожали с почестями. Чуть не дали Героя нации, так что я готов к любой работе. На все. Полная готовность. Так что... Что? В чем дело? А я вас знаю. Ваше лицо мне знакомо. Мы не виделись раньше? Добрый вечер. Вы меня перепугали. Что вам нужно, солдат? Не называйте моего звания. Это опасно. А вы ведь в форме. Нет. Думаю, что вы... Вы просто ошибаетесь? Нет, вы ошиблись. Я первый раз в этой гостинице. Здесь, конечно же, очень красиво. Я поздравляю. Я вспомнил, где видел вас. В тот раз я был не виноват. Они меня вынудили. Ага. К вам приходил Архангел. Я видел в новостях. Да, это я. Вы меня узнали? Конечно, конечно. Так что, вы меня берете? Я знаю, что вы дадите мне работу, а я вам все расскажу. То, что вы видели в новостях, ерунда по сравнению с тем, что было на самом деле. Хорошо, что вы после армии. У вас хорошая физическая форма. Вы предлагаете мне то же самое? Я бы вернулся в армию, но там заставляют делать ужасные вещи. Вещи, поверьте мне. Я недавно отказался от этого. Если не хотите, скажите мне сразу. У меня полно желающих. Нет, нет, нет. Подождите. Это у меня такое чувство юмора. Я пошутил. Я согласен делать то, что вы мне скажете. Хорошо, в таком случае идемте со мной. Алло, Марипас, это Глория. Глория, ты здесь? Да, здесь можешь спуститься? Устрою обеденный перерыв. Ты где? Я на парковке. Не хочу, чтобы меня видели. Спускайся. Сейчас. 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 Глория, подруга. Привет. Я рада за тебя. Борис сделал тебе предложение. Поздравляю. Спасибо. Ты решительно выиграла в лотерею. Он необыкновенный. Точно тебе говорю. Это правда. Какое красивое кольцо. Должно быть стоить целое состояние. Глория. Да, оно красивое. Кстати, Марипас, почему ты не была вчера у Бориса? Наверное, Борис забыл меня предупредить. Все равно все было здорово, надеюсь. Откуда ты знаешь? Но раз все организовывал Борис, значит, все было просто замечательно. Марипас, что с тобой? Что у тебя лицо перекосило? Давай поглоточку и по домам. Мне грустно. Я разочарован, Марипас. Легкая простуда. И все равно я поздравляю тебя от всего сердца. Я буду подружкой. Спасибо. Именно об этом я и хотела поговорить. Хотела сказать... Что это такое? Кого я вижу? Дурочку Глорию Вальбуэну. Привет, подруга. Тебе что, нечем заняться? Если честно, нет. А я очень занята. Ты уже здесь, помоги мне получить место. Ты столько раз обещала. Работы поменьше, зарплаты побольше. Думаю, сейчас это невозможно. Невозможно. Соль. Сожалею. Не хочешь помочь? Я твоя подруга. Лучшая. Да мы с тобой столько... Лучшая. Создала мне столько проблем. Ты что, забыла об этом? Мне жаль, но я тут совершенно ни при чем. Ванесса, не начинай извиняться. Ты мне все настроение испортила. Все. Иди. Иди домой. Что вы здесь делаете? Не стыдно появляться там, откуда вас вышвырнули, как собаку? Хотя чего ожидать от такой женщины, как вы? Да, какой такой? Вы разрушили жизнь братьев Марин. Этого что, мало? Что вы несете? Или вы страдаете амнезией? Вы забыли, что сами разрушили жизнь братьев Марин. Вышли замуж за одного, а спали с другим. Что вы такое говорите? У вас просто нет достоинства. Нет. Да кто ты такая? Я дам вам совет. Убирайтесь отсюда. Меньше всего я, Эстебан и Сильвио снова хотим видеть вашу физиономию. Вы принесли нам одни несчастья. Хватит говорить о достоинстве. Убирайтесь. Почему вы не последуете собственному совету? Насколько я знаю, в Салукоме вам не рады. Вы хотели обмануть Эстебана. Просили у него развод без всяких на то оснований. Нашла о чем вспоминать. Дура. С большим удовольствием проинформирую тебя. Я опять в Салукоме. Захожу через парадный вход. Прихожу на работу. Тогда как ты на улице. Как ты того и заслуживаешь. Но я не собираюсь припираться с такой дрянью, как ты. Да что ты ее слушаешь? Дай ей как следует, этой мерзавке. В тот момент мне было очень больно. И Каролина, и Соль. Самые большие враги остались работать в Салукоме. А меня оттуда выгнали. И даже ничего не заплатили. Но у жизни крутые повороты. Никто из нас троих не знал, что именно я буду заходить через главную дверь в Салукоме. И что они будут подчиняться мне. Добрый день. Извините, куда вы идете? Я иду в директорию. Извините, у вас назначена встреча? С сегодняшнего дня я начинаю работать в Салукоме. По прямому указанию синьора Сильвио Марина. Вам знакомо это имя? Да, конечно. Минуточку. По прямому указанию синьора Эстебена Марина вам запрещено появляться на предприятии. Понятно? Хорхе, сделай одолжение. Проводи даму до двери. Это приказ. Жаль. Но когда Кикки приказывает Хорхе, выполняет. Будьте любезны. Выйдите в эту дверь. Дверь достаточно широкая. Отлично, Хорхе. Эта старуха будет рассказывать нам сказки? Так вы сказали правду? А как ты думаешь? Она смотрела на нас, как на идиотов. Но я тебе гарантирую, на этом предприятии ноги ее больше не будет. Я все думаю о банкротстве. Замолчи, Эстебен. Я ясно сказал, мы не банкроты. Уходить от проблемы не значит решить ее. Перестань говорить о том, чего не понимаешь. Уходи. Я тщательно посмотрел цифры. Если мы продадим 50% акций нашим вкладчикам, мы можем спасти Салуком. И не только. Он останется под нашим контролем. Тоже мне совет. Ты не понимаешь, что мы потеряем семейное дело, которым столько лет занимался отец. Я не буду ничего продавать. И вообще. Мне сейчас... Мне сейчас не до тебя. Оставь меня в покое. Мне надо выпить глоток. Еще? Да. В чем дело Ангела? Сеньор, к вам пришли из прокуратуры. Иду. Я сам разберусь. Ты даже на ногах не стоишь. Я займусь. Так. Так, 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 так. Давай, давай. Хорошо. Хорошо, с этим файлом никто, даже прокуратура и полиция, паршивый детектив, ничего не докажет. Кто там? Ванесса Родригес. Ванесса Родригес? Минутку сейчас открою. Минутку. Борис, помоги мне. Вот все, что мы знаем об этом деле. Практически ничего. Ты сильно помог им. Он хочет сказать, что расследование придется начинать с нуля. Но не знаем никто, ни как нас обкрадывает. Сначала надо подать жалобу, потом мы начнем расследование. И когда же? Когда в Солуком придут проверять бухгалтерию, разговаривать со служащими? Когда прокурор заведет дело? Мы предупредим вас. До свидания. Я вас провожу. Спасибо. Мы будем сидеть сложа руки, а вор будет продолжать свое дело? Да. О чем думает мой гениальный брат? Надо нанять частного детектива. Кого? Шерлока Холмса? Поменьше смотри телевизор, братец. Поменьше. Что за идиотизм? Эдиотизм. Ангелита? Ангелита? Да, сеньор. Да. Спасибо. Ты должна нанять частного детектива. Выбери самого лучшего. Хорошо, с удовольствием. Я все проверю. Это не Ванесса? О чем она разговаривает с Борисом? Пожалей меня, Борис. Я не склонный к истерикам человек, но мне нужно, чтобы ты выслушал меня. Что произошло с твоей подругой Соль? Она мне не подруга. Не помогла получить место на предприятии после того, что я столько сделала для нее. Она неблагодарная. Да, это слишком. Я не собираюсь помогать ей завоевывать Эстебана Марина. Ты ведь тоже в этом участвуешь, Борис? То, что я услышал, показалось мне интересным. Соль и Борис заговорщики. Это не могло привести ни к чему хорошему. И не привело. В тот момент я решил, что все разузнаю и целиком посвятил себя разоблачению лицемера Бориса Горидо. То, что я обнаружил, мне не понравилось. Фильм.